Привет! С вами Алекс Линч и Линч English. Сегодня речь пойдет о суффиксе "-ish", знать который очень полезно, ведь его универсальность просто поражает, и он часто может прийти на помощь. Итак, погнали! Многие знают его по национальностям и языкам. English, British, Finnish, Danish, Spanish. Это все понятно. Но стоп! Тут нужно учитывать важный момент. Все названия национальностей априори прилагательные. He is English, she is Spanish, he is an English guy and she is a Spanish chick. Артикли я выделил специально, чтобы показать, что теперь там стоят существительные. Также есть огромное количество названий народностей, оканчивающихся на "-an", и с ними происходит кое-что интересное. Все мы говорим "-I'm Russian", но от американцев чаще всего можно услышать "-I'm an American". Почему так? А вот поэтому. Йоу! В современном языке есть такое явление, чтобы показать верные отношения. Если в названии нации "-an", окончание, тогда стоит обратить особое внимание. Например, прилагательное. I'm Russian, I'm Russian. Или существительное, знать обязательно. I'm a Russian, I'm a Russian. Первый вариант тут достаточно нейтральный. Я русский, переводится буквально. Второй же рассмотрит тебя индивидуально. Йоу! Россия! Звучит официально. То-то хочет выделяться как индивид. I'm a Russian, всем говорит йоу! Аналогично, he is a Canadian, she is an Australian, you are a Brazilian. Просто помните про окончание "-an". Если оно присутствует, то вперед, играйтесь на здоровье. Хотя в разговорном языке уже давно позволяется. A Japanese, и A Chinese, и т.д. т.п. У некоторых же национальностей, если вы хотите образовать гордого гражданина, произойдет вот что. He is British, no, he is a Brit. I'm English, no, I'm an Englishman. Или же she is an Englishwoman. То же самое с French. A Frenchman and a Frenchwoman. Кстати, не забывайте про множественное число в этих двух случаях. They are English women and French women. Это я к тому, чтоб никаких women. She is Swedish, no, she is a Swede. He is Spanish, no, he is a Spaniard. She is Finnish, and she is a Finn. He is Polish, and he is a Pole. She is Danish, and she is a Dane. He is Turkish, and he is a Turk. Такие дела, прикиньте. Но это далеко не все по поводу суффикса "-ish". Еще с ним можно образовать прилагательные, подчеркивающие ту или иную черту, в какой-то степени обладающие каким-то качеством, связанные с той или иной тематикой. Child – childish. Book – bookish. Freak – freakish. Old – oldish. This word is way too bookish. This word is way too bookish. There is this freakish show tonight. There is this freakish show tonight. Your outfit is kind of oldish. Your outfit is kind of oldish. Также, если вы не уверены в цвете или количестве, вы запросто можете добавлять "-ish", к любому такому слову. That dress is sort of reddish or... Wait, is it pinkish? Or... Damn it, I don't know. She's around 50ish, maybe 60ish even. Играйте с языком и изобретайте слова. This material is sort of like paperish. This material is sort of like paperish. Your idea is really dumbish. Your idea is really dumbish. Um, this movie is too warish to me. Um, this movie is too warish to me. That band is sort of rockish or hip-hopish. Будьте смелыми в английском. И тогда вы с ним подружитесь. Work hard, say it right. Alex Lynch, Lynch English. See ya! Изобретайте свои слова с окончанием "-ish", и оставляйте их в комментариях. Автор самого оригинального и набравшего наибольшее количество лайков получит от меня какой-нибудь приз. А еще "-ish", это заменитель слова "-shit". Ну, типа, знаете, по телеку, на радио, цензура. И, как бы, если песня есть такой, то, типа, не пропустят. Потом заменяют. Типа, shit-ish. Подумал, друг, интересно. Пока! Великодушно делают меня похожим на человека пацаны из конторы. А вот еще кое-какие видосики. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. А может быть есть что-то, о чем вы хотели узнать? Сообщайте, не стесняйтесь.